Сегодня для вас мой новый рассказ, который я написала на русском, на английском языках под названием «Прощальный поцелуй с прошлым» или на английском «Your parting kiss with the past». Как часто мы хотим перемен. Где-то внутри мы решаем, что завтра, послезавтра, может быть через неделю, а может быть через месяц начнём жизнь с нового листа. Но проходит загаданное время, а всё по-старому, и ничего не меняется. И мы расстраиваемся. А может быть оно не нужно, и может быть так всё и правильно. Ведь нам нужно набраться сил и стать действительно готовыми к этому важному, решительному шагу в новое, свободное и красивое. Итак, свой рассказ я начала цитатой Бернарда Мельцера. «Счастье, подобно поцелуи. Чтобы наслаждаться счастьем, нужно им делиться. Как красиво». Но приступим. Каждый человек и время от времени испытывает ощущение, когда ему хочется что-то изменить в жизни, когда положение вещей такое, как и есть, мурение выглядит достаточным и радостным. Обычно, правда, между человеком сегодняшним и желаемой новой страницей пролегает расселие, на котором может быть узкой или напротив широкой. В мечтах мы уже там, представляя и воображая, какой чудесной будет наша будущая жизнь среди новых лиц, в новом городе или стране, с новым занятием, которым мы будем самозабвенно предаваться дни напролёт. В мечтах. И вот вы открываете глаза и замечаетесь, что всё так же, как и вчера, невзирая на всё ваше желание и все данные саму себе обещания, порвать с прошлым образом жизни, ставшим ядовитым для вас. Отчего-то вы всё так же здесь, в той же мышеловке, в которой сыр уже покрылся плесенью и стал твёрдым, как камень. Тем не менее, вы всё ещё внутри. Почему я до сих пор в клетке? Почему не выберусь наружу? Ведь сыр уже не выглядит аппетитным, но по какой-то причине я до сих пор к нему привязан. Подобные вопросы отнюдься не редкость для человека, достигшего определённого уровня внутренней зрелости. Как часто в этих случаях мы начинаем винить самих себя за то, что мы не хозяева своей собственной жизни, о чём нам с готовностью сообщают множество умных и модных книг, вы осознаёте необходимость перемен, ведь застой в жизни не может длиться вечно и требует действий. Да только сейчас вы не в состоянии принять это поворотное решение и шагнуть в новое и неизвестное. Нередко люди говорят «и вместе они жизни, и порознь в тягость». Звучит знакомо, не так ли? Порой мы даём себе обещание завязать новые отношения, оставить те, что уже изжили себя завтра или, быть может быть, через неделю, выйти с работой, которая более не приносит чувства наполненности и скорее связана с огорчениями, разочарованиями, а не с ростом и благосостоянием, просить курить или перестать поглощать вредные продукты каждый день. Однако дни проходят, превращаясь в недели, за ними недели обращаются года, и мы видим, что все вещи, которые мы так трепетно мечтали изменить, прочно вросли в нашу жизнь. Однако данное положение дел в реальности не означает, что мы согласны нести это бремя на наших плечах и дальше. Вовсе нет. Просто мы не накопили еще достаточно силы и энергии, чтобы перевернуть страницу. Возможно, еще не все элементы потеряли свою полезность. Возможно, у вас остались связи, которые пока что сдерживают вас. Возможно, есть вопросы, которые сперва нужно уладить. Многие факторы могут быть вовлечены в игру. Поэтому не имеет смысла обвинять себя или же другого человека в том, что он вял или бездействует. Нужный пусковой сигнал придет непременно. Но в подходящее время для великих свершений нам требуется достаточно свободного пространства, чтобы содействовать в течение всех обстоятельств, участвующих в процессе изменений, которые обеспечат наше надежное и уверенное развитие в будущем. Если мы что-то не делаем сейчас, значит, имеется определенная причина на подобное поведение. Лучше позволить всему идти своим чередом и даже попробовать наслаждаться этими последними моментами, словно бы прощальным поцелуем. Ведь именно прошлое сделало вас тем, кто вы есть в настоящем. После двухдневной свадьбы наших общих друзей Константина и Марина в удаленном городке Свердловской области в августе 2013 года, которое обернулось для меня серьезным психологическим, физическим потрясением, и во время которой я в первый раз со всей ясностью увидела враждебную и агрессивную природу моего супруга Ивана, как я и обещала, я постаралась дать Иване еще один шанс. Однако, если мужчина хотя бы однажды применил физическое насилие к любимой женщине, крайне маловероятно, что она становится, поскольку внутренняя агрессия все так же живет в нем, невзирая на все обещания и заверения. И на случай так же исключением не стал. Так, первый месяц после жестокого происшествия. Прошел тихо и спокойно. Ваня проявлял заботу ко мне. Но по мере того, как мои синяки заживали и места ушибов становились все менее заметными, отношение Ивана так же претерпевало изменения. И совсем скоро он вел себя как прежде, как привык, и с раздражением в голосе замечал, что я никак не могу забыть трагичные события прошлого. Только разве могло быть иначе? Ведь в этом, в принципе, не укладываются никакие рамки, когда человек накладывает руки на другого. А если этот человек ваш супруг, которому вы доверяли и которого любили, то ситуация еще более усложняется. И все-таки я не принимала никаких резких решений. В тот сложный для меня период, в особенности с душевной стороны, поскольку физические и внешние раны, как правило, затягиваются намного быстрее ран сердечных, внутренних. Я лишь наблюдала за развитием дел, взаимопониманием в нашей семье, отношением Вани ко мне и моим к нему. Уже через 3-4 месяца я отчетливо понимала, что всплески жестокости мой адрес будут продолжаться. Недостаток уважения и ревность, смешанная с завистью, которую мой супруг испытывал ко мне, никуда не исчезнут, а разногласия и различия в культурных, духовных и интеллектуальных вопросах лишь усугубятся. В двух словах, еще за 2,5 года до нашего официального развода я знала, что он неизбежно случится. Однако в то время я не была готова к сильным переменам в моей жизни. Через год я устроилась на новую работу с множеством интересных задач, требующих практически всего моего внимания и времени. Я не чувствовала на себе достаточной силы, чтобы завершить семейную жизнь с Иваном. Я была трепетно привязана к нашей общей квартире, которую мы приобрели вместе, обустроили на свой вкус, очень уютно и гармонично. В целом, много всевозможных факторов имелось в наличии, которые были мне значимы, и перевешивали чашу весов в пользу совместной жизни с Иваном. При этом я также четко осознавала, что одним прекрасным днем я проснусь и скажу самой себе и миру вокруг. Благодарю! Я сыта! Я переворачиваю страницу и начинаю новую главу. Всего доброго! Всем спасибо за все! Но до наступления этого поворотного момента мне также нужно было жить каким-то образом. И более того, мне хотелось наслаждаться и получать удовольствие от моих будней. На деле родители множество раз на протяжении последних двух-трех лет моего брака с Иваном говорили мне, «Ольга, вы такие разные, вас не связывает ничего общего, позволь себе уйти». И каждый раз я слушала их речи внимательно, соглашаясь с ними внутри. Однако не совершала попыток изменить положение дел. Мне не хотелось спешить. Семья, любовь, люди, работы, привычки и чувства все они крайне важны и не могут быть предметом быстрой сделки. Когда затронуты отношения двух людей, оба они должны быть готовы для следующего этапа, даже если этот новый этап подразумевает расставание и движение в разных направлениях. Уже с августа 2013 года вплоть до начала 2016 я знала, что мы с Ваней не будем вместе всю жизнь. Разрыв наш неизбежно назревал, но требовалось время, чтобы незримый плод поспел. С завидной регулярностью я уходила из нашей квартиры в течение этих нескольких лет и проводила ночь другую у родителей. Всякий раз возвращаясь назад, Иван даже привык к подобным эмоциональным всплескам с моей стороны и прекратил обращать на них особое внимание. И все же, я уверена, он также ощущал, пусть неосознанно, что наша совместная жизнь в один прекрасный день придет к своему завершению и каждый из нас пойдет своей дорогой в разных направлениях. Когда мне не удается принять окончательного решения ввиду объективных причин или, быть может, моих собственных оправданий, я предпочитаю наслаждаться настоящим и воспринимать ситуацию как есть, вместо того, чтобы ругать себя за слабость и мягкотелость. Я четко осознаю, что придет время, и я сделаю этот важный необходимый шаг, когда я буду к нему готова, как физически, так и морально. Более того, вы начинаете ценить последние моменты, будь то дни, недели или месяцы, намного трепетнее, они имеют иной вкус. Вы вкушаете эти мгновения, подобно французам, смакующим выдержанное вино и зрелый сыр. Благодаря такой грустной сладкой ноте и наше совместное путешествие с Ваней в изыскальной Эльзасе летом 2014 года стало одним из лучших воспоминаний для моего сердца. Как я уже много раз упоминала, во Францию я влюблена, должно быть, с самого раннего детства, когда мной впервые была услышана лиричная французская мелодия. Я ценю страну за ее разнообразие и избыточность всего, как вещественного, так и духовного. Это люди, которые наслаждаются простыми радостями, которые защищают, уважают личную свободу и не торопятся жить. Обычная большая кружка кофе со сливками с утра способна задать великолепный настрой на целый день, а простой обед в кругу друзей или семьи – это одно из самых любимых занятий для француза. Также стремление развивать свои таланты и двигаться с созвучи собственными мечтами. Несмотря на различные мнения окружающих, которые в реальности нередко враждебны, лежат в самой основе французского народа. Таким образом, посетив Париж, столицу и прилегающие к нему области, Ниццу и Лазурное побережье, являющиеся неотъемлемой составляющей этого поэтического приморского городка, мне захотелось исследовать страну дальше и отправиться в северную часть Франции, где немецкая и французская культуры оказали друг на друга зателевое влияние, сталкиваясь, борясь, переплетаясь друг с другом и в конечном счете формируя единую культуру Ильзаса, новую и неповторимую, с немецкой основательностью и французским легкомыслием одновременно. На деле противоречия не исключают друг друга. Цель – это познать, принять два полюса и достичь идеального и прочного равновесия сил. Ведь лад – это дружественный союз полярности, и когда вы открываете красоту и пользу каждой стороны, положительный и отрицательный, вы находите в самом себе остров гармонии мира, поскольку каждая эмоция и энергия несет собственный смысл. За каждой стоит идея быть самим собой, следовать своим путем, принимать других как равную часть целого, обогащая друг друга и вдохновлять на творчество в унисон с личной неповторимой природой. Мы с вами решили остановиться в Страсбурге, столице Ильзаса, и сняли небольшую квартиру-студию в гостинице, расположенную рядом с центром практически на две недели и по очень приятной цене. Я всегда предпочитаю жить независимо, быть самой себе хозяйкой. Разумеется, когда вы делаете выбор в пользу апартамента, то кушать вы будете либо в кафе и ресторанах, либо вы будете готовить сами в съемной маленькой кухне, чтобы сберечь средства на иные веселые занятия. Для меня мысль о совместном приготовлении ужина с супругом дома после дня полного приключения и интересных событий в неизведанной стране оказалась крайне привлекательной, подразумевая возможность стать чуточку ближе французской изысканной кухне, насладиться творческим процессом изобретения новых блюд и поделиться свежими впечатлениями в спокойной непринужденной обстановке с человеком, который вам дорог, невзирая на натянутость в наших отношениях, которые уже ощущались между мной и Ваней в повседневной жизни, мы оба, подобно гурманам, кушали те ценные вечера в уютные маленькие студии, пробуя французские деликатесы и дегустируя полнотелые вина, а также обмениваясь мнениями и эмоциями о совместно прожитом дне за открытием и исследованием новых мест и людей. Время, проведенное в Элизасе, стало в некотором роде прощальным поцелуем для нас, который, как и первый поцелуй, остается в памяти человека на всю его жизнь. Любопытно, как сильно отличались наши отношения в Элизасе от тех, что мы наблюдали дома, в Екатеринбурге. По крайней мере, три или четыре раза в неделю отводилось с нашим личным спором и ссором, с хлопанием дверьми и криками и последующей игрой в молчанку. Напротив, в Страсбурге мы обращались друг с другом очень бережно, старались предугадать желание другого, пребывая в готовности пойти на переговоры и, если нужно, уступить. Ни я, ни Ваня не озвучивали вслух мысль о нашей последней совместной поездке. Однако мы оба уже понимали, что для нашей пары путешествие в Элизасе станет завершающим. Представьте, большой аппетитный торт, лежащий перед вами и, возможно, какой-то новый или ваш любимый, еще не надкусанный и он вам так нравится, хотя в этот момент вы не способны подостойно оценить все его вкусовые качества. Торта много, да и сложно заранее судить о его свойствах. В середине процесса дегустации вы, разумеется, уже в курсе его положительных и отрицательных характеристик. К тому же, вы уже отведали пару кусков, более не испытывайте голода и ваш интерес к торту, в общем-то, удовлетворен, да и предпочтения ваши постоянно меняются. Но, когда дело доходит до последнего кусочка, то он представляется даже ценнее, чем весь торт в самом начале, когда вы еще не пробовали его на вкус и у вас текли слюнки в предвкушении. Конечно, сейчас вы уже прекрасно распробовали торт. Знаете, все нюансы и оттенки вкуса, на деле вы сыты, понимаете, что торт не является вашим любимым, и более не испытываете любопытства к нему. Да все-таки, этот кусочек будет казаться самым лакомым, поскольку он последний, и другого такого не будет. И вам это известно. В этот самый момент вы оживляете и обобщаете все воспоминания, сладкие, кислые ощущения, и разнообразные тона каждого элемента, медленно наслаждаясь тортом в последний раз. Но уже в полной мере вы едите созерцательно, ведь вы знаете, что в ближайшем будущем, а может быть, вообще не собираетесь покупать такой же. Одного оказалось достаточно, к тому же пришло время наконец-то подумать о здоровом образе жизни. Не взряя на все факторы, вы медленно кладете полную ложку в рот, разжевываете и глотаете некогда сладострастный десерт, обращая внимание на каждый его аспект и проживая завершающие моменты с внешностью и трепетом. Аналогичным, бережным образом складывались наши отношения с Иваней в Эльзасе. Мы вместе наслаждались каждым днем, разумеется, были между нами и разногласия, но они не портили легкое впечатление от поездки. Одним из наиболее памятных мест стал тематический парк Европа-парк, расположенный в Германии, вблизи французской границы, великолепное сосредоточение развлекательных активностей, со множеством аттракционов для людей всех возрастов и вкусов. Здесь каждый может испытать свои нервы на прочность, повысить уровень адреналина в крови и узнать, насколько громко он оказывается умеет кричать, катаясь на американских горках в бесчисленных вариациях, когда одна мертвая петля сменяется новой, более длинной и внушительной, а тележка с каждой секундой развивает все большую скорость, создавая ощущение, что все, конец свероблизок, как никогда, и в то же время наполняет смельчака непревзойденным чувством свободы и век жизни. Для тех же, кто предпочитает более спокойные занятия, всюду показывают многочисленные шоу, представления, посвященные определенной стране. На деле, парк – это Европа в миниатюре. Так, всего за один день пешком мы с вами побывали в Испании, Италии, России, Германии, Франции, и других странах. Я истинный ценитель подобных мест отдыха, который дарит не только огромное количество свежих впечатлений, давая уникальную возможность окинуть взглядом достопримечательности мира, пощекотать себе нервы, чтобы по достоинству оценить красоту жизни и получить глоток свободной творческой энергии. Но самое значимое, в тематических парках вы встречаете людей со всех уголков мира, собравшихся в одном месте и готовы как и вы сами поделиться пережитыми эмоциями и хорошим настроением с каждой душой на пути, поболтать на языках, которые изучаете. Так, в свой черед я неизменно пользуюсь случаем обменяться с прохожими фразами на английском, немецком, французском, и наконец стать немного ближе, и прикоснуться к иной культуре, другому способу мышления, восприятия. А также выочию зреть, какие мы все разные и похожи одновременно. Атмосфера в таких местах, как немецкий Европа-парк, всегда очень дружелюбная и добрая, при этом статус, возраст и доход тут не играют особой роли. Вы лишь замечаете людей вокруг, подобных вам самим, наделенных схожими эмоциями, дрожащими от страха и захлебывающимися от смеха, наслаждающимися жизнью и самими собой. никаких масок. Каждый такой, как есть, и охотно принимает другого человека, так же, как есть, с его уникальным характером. И такие сладкие, радостные воспоминания вы принесете сквозь всю вашу жизнь, поскольку они, как сминки, надежно хранятся и живо всплывают в вашем незримом фотоальбоме. В вашем сердце стоит лишь мысли устремиться к ним. Разумеется, на протяжении дня, что мы провели с Ваней в Германии, в Европе парке, мой супруг неизменно подшучивал надо мной. Так же и я не оставалась в долгу. Однако, наши колкости совершенно нас не ранили, поскольку мы оба были слишком восторжены всем происходящим вокруг, да и я обращала внимание лишь на юмористическую составляющую изречений мужа, которые местами были крайне остры. Словно бы два беззаботных ребенка, я и Ван в полной мере отдавались чувству свободы, веры в себя и безграничной радости, которые царили повсеместно в парке. Даже сейчас, вспоминая множество болезненных переживаний, которые Ваня доставил мне и я, в свою очередь, причиню ему, я не могу сдержать нежную улыбку, когда оживляю в памяти нашу светлую поездку во Францию в Эльзас и тот чудесный день, проведенный в тематическом парке развлечений в Германии. Помимо немецкого парка отдыха, мы вместе разведали крохоты, словно бы игрушечный городок кальмар, при этом очень живописный и нарядный, туманный замок, укрывшийся в горах, который был пронизан аурой мистики, и где оказалось, призраки бок о бок прогуливаются с вами, да и сам Страсбург, это поразительное место, в котором вы моментально позабудете обо всех заботах и тревогах, если таковые имелись прежде. У меня создавалось впечатление, будто бы я находилась на другой планете, с дружественными инопланетными существами, населяющими эту сказочную землю, и открытыми душевными путешественниками, изучающими, как и я, секреты этой фантазийной страны. В Северной Франции не каждый день услышишь русскую речь. Большинство русских туристов предпочитают отдыхать в более модных и популярных местах. И это хорошо, поскольку человек попадает в иную среду обитания, и получает прекрасную возможность что-то изменить себе, или же наоборот, ярко проявить собственную природу, без страха быть осмеянным, непонятым, или отверженным привычным социальным кругом. Когда мы находимся в окружении совершенно других обстоятельств и условий, то начинаем вести себя в новом ключе, но на удивление очень красиво. Мы просто прокладываем невидимый мостик внутрь себя и обращаем взор на свою сущность. Давно я уже не уезжала со слезами на глазах. Как правило, мне нравится путешествовать, и мне нравится возвращаться домой. Но на сей раз Иван и я понимали, что эта очаровательная поездка в Элизас мы закрывали значительную и важную главу наших жизней. И в этой главе, длящейся более семи лет, нами было многое пережито. Были в ней добрые и грустные рассказы, светлые и тягостные эмоции. Все они были частью нашего взросления и становления личности. И эту веку мы закрывали вместе. по возвращению в Екатеринбург мы с Ваней еще не были готовы к тому, чтобы разорвать отношения друг с другом. Но ощущение неизбежных перемен становилось сильнее и вырисовывалось четче с каждой приходящей недели. Очень часто люди осознают, что им нужно совершить решительный шаг в неизвестное, чтобы развиваться дальше и избежать погружения в топкую трясину стереотипов и каким ты должен быть токсичным для человеческой природы, чтобы жить согласно собственным мечтам и зову сердца, а не исполнять требования и обязательства, навязанные другими, чтобы воплотить самый важный и единственный долг жизни быть счастливыми самим собой и окружающим миром. И эта вспышка понимания не может быть преобразована в немедленное действие, поскольку нет никакого смысла сжигать позади себя мосты, ведь все мы так или иначе взаимосвязаны и лучше закончить одну часть своего рассказа жизни спокойно и вдумчиво, в удобном для себя темпе и ритме, включая все активности, отношения, чувства и мысли, которые имеют значение для обретения вашей свободы. А далее уже в полной готовности сделать твердый шаг в благодатное будущее, слегка туманное и пугающее, как и со всеми еще неизведанными явлениями, но в полном согласии со своей неповторимой личностью и многообразием мира. И мои стихотворные строки. Прощание с прошлым нелегко, воспоминания года жизни люди, мечты и мысли крепко держат под замком, незримыми цепями сковывают прочные руки. Так будни незаметно сплетаются в года, и хочется на волю прочь, да вот лететь куда? Угрюмо шепчут, топчутся, и хмурят брови люди. Куда ж ты рвешься? Жизнь не радость будней, но жизнь моя, ни чья-то, ни другого, кто как, не я, решит, что будет хорошо мне. Поставить точку с чистого листа начать непросто, но чтоб творить, нам вновь с собой стать должно. Свободу обрести и жить с открытым сердцем, смеяться и любить, мечтать, надеяться, творить. Призвание каждого из нас и ключ к мечте заветное, и это счастье быть собой, и свет дарить нетленный. Благодарю вас, дорогие друзья. Я желаю вам всегда быть собой, поскольку ваша природа безгранично красива, и только вы, вы, и еще раз вы, сможете проявить ее в этом мире. Все мы уникальны, каждый творит на свой лад, и преображает этот мир, и творит красоту на свой манер. И любите себя, любите свое настоящее, любите мир вокруг себя, свое прошлое, свое настоящее и будущее. И творите от души. До новых встреч! Ваша Ольга Пазникова. Субтитры создавал DimaTorzok